Я думаю, что в игру уже комментировать нет смысла. Мы боролись, сражались, надеялись, что сможем выиграть и перевести и играть еще пятый матч в Южном. Это жизнь, это игра. Кто-то выиграет, кто-то побеждает. Мои поздравления Химику. Я думаю, что это была интересная серия для всех. Все четыре игры были очень упорные. И бывало, что команда проиграли много, возвращались. Поэтому еще раз поздравления Химику. Я думаю, что мы тоже не ударили в игре с лицом и достойно боролись. Могли лучше, где-то не доработали. Но, как я уже сказал, это жизнь. Поэтому всякое случается. И нужно извлекать из этого руки. Матч фантастический. По-другому я не могу назвать. Я сказал ребятам в раздевалке, что, по-моему, Анисиевым мяч боженька забрал рукой из кольца. Значит, так надо. Значит, Химик достойнее нас. Ребята сражались в этой игре. Вопросов вообще нет. Были ошибки небольшие, но уже не хочу о них подчеркивать. Поблагодарил ребят. По сезону хочу сказать, что моя команда существует шести месяцев. Проект удачный. Мы в финале. Много в нас не верили людей. Много верили. Я им благодарен. И я считаю, что надо на этом не останавливаться. Ребята показали, что у нас потенциал серьезный. Если бы у нас было чуть-чуть, на, может быть, денек-два больше отдыха. Думаю, что результат был иначе. Но хочу поздравить соперника с победой. И на этом, я надеюсь, Динамо Киев будет продолжать свою плодотворную работу. Будем искать игроков достойных, которые будут бороться за медали золотые. Спасибо. Спасибо за поздравление. В целом, по сегодняшней игре, да, конечно, игра далась нелегко. Как бы все это видели. Клоус и клоус, и гейм, как бы очко в очко. И очень было тяжело, я думаю, играть и Динамо, и нам после вчерашней игры. Так как вчера тоже нелегкая игра была. И вчера играли шесть, сегодня в четыре. Как бы видно было на старте, что была агрессия не такая, как вчера. Половина складывалась практически на равных. У нас прекрасно получалось играть пик-н-роллы. Брэндон Фрейзер сегодня отлично играл. Старались сбежать быстрый отрыв, но и сами пропускали быстрый отрыв от Динамо. Во второй половине активизировались. У нас работали в очередной раз наши заготовки на низмой, двойня. В общем, разные формы защиты. И нам удалось немного оторваться. Ну, как уже по такой традиции, Динамо всегда догонял нас. И опять почти выровняли игру. Они там до двух очков или, по-моему, ранний счет уже было. Я точно не помню. И, конечно, очень рад, что нам удалось все-таки переломить этот матч и выиграть чемпионство. В целом, по сезону, конечно же, мы очень довольны. Это суперсезон для нас. Мы выиграли кубок, выиграли чемпионство, повторили его. Сезон был тяжелым, потому что было очень много игр, много переездов, разные турниры. То есть, кубок ФИБО, химик принимал участие. Но рад, что мы с этим справились, потому что у нас молодая команда. И, как бы, считаю, что чемпионство действительно больше заслужило химик как команду. Потому что команда химик лучший, он это доказал. Потому что он работал весь сезон целая и слаженная, как семья. С этим я поздравляю всех болельщиков, химика, всех, кто болеет за город Южный. Ну, сезон получился очень удачный. Мы взяли кубок впервые в истории для химика и повторили чемпионство. И, если кто помнит нашу пресс-конференцию после прошлого сезона, я сказал, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы взять кубок. Потому что в прошлом году здесь, в Киеве, мы проиграли Будевельнику. И это было очень горькое поражение, из которого мы тогда извлекли очень серьезные выводы. И сейчас очень рад. Очень рад, что все удалось, все получилось. Мы взяли и кубок, и выиграли чемпионство. По этой серии могу сказать, что серия была крайне тяжелая, крайне нервная. Динамо, повторюсь, уже на каждой пресс-конференции говорил, очень опытная команда, команда с характером, очень опытные игроки, которые в такой ситуации, как финал, были неоднократны. У них есть опыт. У нас ребята молодые, и некоторые из них, которые являются чемпионами по прошлому году, но они были игроками, которые несли дополнительную роль. И они выполняли какую-то определенную задачу, но не несли ответственность за результат. Я очень рад, что наши ребята превращаются в тех игроков, которые уже потом будут говорить, у них есть опыт финала, и у них есть опыт решать эти финалы. По сегодняшней игре конкретно должны были выигрывать намного проще. Последние минуты, когда потеряли два мяча, детские ошибки. Но, опять же, это волнение, это волнение. У Динамо оставался только единственный шанс догнать нас, это идти на дабл-тим, сумасшедшие ротации, бежать, ускоряться, делать фолы, чтобы мы где-то мазали, где-то дали слабину. Имели шанс, безусловно, Миша промазал открытый бросок, но мы специально шли с Мишей, делали трафик, чтобы он бросал открытый бросок, не забил ни одного броска трехочкового в этой серии. Знаем, что не очень хороший шутер с трехочков, это был риск, риск оправданный. Но еще раз повторюсь, что мы должны были выигрывать эту игру намного легче, чем она закончилась сегодня. Поздравляю всех любителей баскетбола, всех, кто болеет за химик, всех, кто рад и искренне всегда поддерживает нас. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые приехали сюда в многочисленном составе и дали нам фантастическую поддержку. Спасибо всем.